Лженаука Итак, сегодня я хотела бы поговорить с вами про науку. И хотя тема заявлена как наука средневековья, мы будем охватывать гораздо больший промежуток и будем говорить про науку в целом. Что такое наука? В последнее время очень часто в публичной дискуссии возникают такие слова, как лженаука, псевдонаука. Все, наверное, видели или слышали про меморандум о гомеопатии, опубликованный Российской Академией Наук. Давайте разберемся с тем, что такое наука. Является ли наукой физкалоидная химия? А является ли наукой, например, алхимия? Нет неправильных ответов, все хорошо, можете говорить все, что вам приходит в голову. Но, наверное, люди, которые занимались алхимией когда-то в средние века, считали, что это вполне себе наука. Более того, они не отделяли понятий химия и алхимия, точно так же, как они не отделяли понятий наука и лженаука, просто потому что содержание того, что мы называем наукой, в разное время менялось. Наука прежде всего оставалась и остается тем средством познания того, как работает мир. Все те способы, все те методики, все те вопросы, которые мы задаем для того, чтобы понять, как работает мир. Да, а содержание того, что интересовало людей о мире, конечно, менялось в разные времена. Например, мы знаем, что древние греки, без которых не была бы возможна современная наука, заложили те базовые представления о медицине и о причинах развития болезней, которые лежали в основе медицинской теории до XVII века. Они выделили четыре жидкости — кровь, флегму, черную желчь и желтую желчь, на основании которых была выстроена типология темпераментов и типология развития заболеваний. Баланс вот этих четырех ликваров, четырех жидкостей по представлению древних греков и их последователей в средние века и вызывал развитие заболевания. То есть стоило нам баланс крови и баланс желчи наушился. Мы сразу же заболеваем, нужно лечить. Как лечить, например, кровопусканием? Кровопускание было вообще одним из любимых методов лечения всех заболеваний в средние века. Но у древних греков, конечно, были представления и о том, как устроен мир. Вот, скажем, трактат Лукреция Кара о природе вещей. Это один из первых известных текстов, в которых говорится, что мир не может быть создан так, как об этом говорят представители религии. Мир не мог быть создан из ничего по божественной воле. Мир состоит из атомов, молекул. Из ничего не берется ничто. Нельзя, чтобы все из всего нарождалось, потому что отдельным вещам свойственны какие-то отдельные вещи. То есть он в длинном-длинном-длинном тексте описывает, почему то, что нам говорит религия, не может точно описывать мир, почему мы должны отделить науку от религии, почему у времени и у материи есть конец и начало, почему закон сохранения вещества всему, что способно родиться при зарождении данной материи, точная доля, имеет для нас значение, почему религия должна быть отделена от науки. Он был один из первых, кто про это заговорил. Мы должны воспринимать все то, что говорили древнегреческие философы, скорее как поэзию, чем как науку в чистом виде. Все эти гармонии стихий, все эти балансы элементов, балансы планет и звезд, все это прекрасно, но никаким образом не доказуемо и не имеет отношения к современной науке. В современной науке есть вещь, которая напрямую наследует от той романтической древнегреческой оптики, через которую греки смотрели на мир. В современной физике есть термины, которые звучат совершенно ненаучно, но очень поэтически. Можете ли вы привести мне какой-нибудь пример? Да, название кварков. И в целом теория струн, очаровательные кварки, ну это же чистая поэзия, это не имеет отношения к физике, ничего нам не говорит, но это красиво, и если мы дадим этим красивым словам какие-то точные понятия, мы можем использовать их в качестве терминов. Были ли древние греки при этом неправы, когда подходили к науке и к миру так, как они подходили? Конечно, нет. У них не было задачи точно описать и точно предсказать свойства мира. Они пытались познать мир с той точки зрения, которая оказалась им верной. Если человек, если ученый ни разу в жизни не видел поставленного эксперимента, можем ли мы требовать от него, чтобы он ставил эксперимент? Нет, кто-то должен сделать это первым, кто-то должен первым догадаться о том, что в науке нужны доказательства. И мы, конечно же, не можем упрекать первых ученых в том, что они еще не смогли до этого додуматься. Это нормально, это не страшно. Вообще, то, что мы называем современной наукой, с научным методом, с доказательствами, теориями, статистическими ошибками, это очень яркая новинка. По меркам человечества, это, боже мой, какие-то сто лет. Что такое сто лет для человечества? Если брать какой-либо эксперимент, который мы, генетики, делаем на дрозофилах, нам нужно поколений 10 дрозофил. Именно поэтому мы проводим эксперименты на дрозофилах, а не на людях. Если бы нам пришлось ждать 10 поколений людей для того, чтобы проверить какую-нибудь теорию, многие из ранних генетиков отказались от своей карьеры ученых именно потому, что их достало ждать, когда эти глупые животные начнут размножаться. Древние греки просто не подозревали, что это необходимо, поэтому их наука двигалась вперед довольно быстро. Если мы говорим про Средние века, то Средние века сочетали теорию, полученную от греков, с той теорией, которая возникла уже с возрождением христианства и какими-то религиозными идеями, и какие-то реальные медицинские и научные практики, которые в целом были довольно странные. Вообще вся идея познания мира в Средние века — это попытки надеть на религиозные и на философские метафоры какие-то реальные познавательные практики и какие-то практики медицинские. Например, есть такая великолепная штука, которая называется «вотивы». «вотивные пожертвования». Она зародилась еще в древности, еще в античности, она вовсю практиковалась в Средневековье, более того, она используется сейчас в странах Южной Америки, вовсю, если вы погуглите «вотивные практики Южной Америки», это будет очень интересно. В чем был смысл? Предположим, у вас болит ухо или нога, или рука, что угодно. Вы делаете макет больного органа. Если вы действительно хотите, чтобы у вас что-то подчинилось и вылечилось, то постарайтесь сделать его побольше, материал пусть будет подороже, в идеале какое-нибудь золото или серебро, ну хотя бы мрамор, имейте совесть. И несете этот макет, эту жертву в храм божества, которое должно помочь вам справиться с болезнью. Дальше, соответственно, божество, если вам повезло, и вы оказались достаточно щедры, помогает вам. Вот это вот примерность современных «вотивов», сделанных из металла, сделанных в виде настоящих челюстей. Прошу прощения, завяжала вперед. В целом, как я уже сказала, если вы погуглите про Южную Америку, вам откроется много интересного. Сейчас я расскажу немножко про другую практику, но буду подсматривать. Значит, вторая очень важная средневековая практика — это patron saints, это святые покровители разных заболеваний. Например, вот эта, Гертруда Невейская, которая, кроме всего прочего, защищала от страха мышей, потому что являлась святой покровительницей кошек. Она защищала от мышей, от крыс, она оберегала дома, и в целом почти все ее изображения несут, кроме всего прочего, картинку с котиком. Очень хорошая святая, очень она мне нравится. Это святая Барвара, которая является покровительницей всех, кто может умереть внезапной смертью. Например, от пушечного выстрела, или от выстрела ружья, или от взрыва какой-нибудь заложенной мины. Если вы идете через минное поле, вам нужно молиться святой Барбаре. Это будет очень важно для вашего выживания. Это, ох, как неудобно, как это не написано. Если я не ошибаюсь, то это святой Гибертус, вероятным. Да, наверное, святой Губерт, который является покровителем, кроме всего прочего, охотников. И на них на всех еще лежит тяжелая ответственность спасать вас от разных заболеваний. Список огромный, никак логически не связанный. Я привожу только примеры, которые кажутся у меня очевидными из картинок. Это святой вид, который защищает вас, кроме всего прочего, от того, чтобы проспать важную встречу. По легенде святого Вита бросили в котел вместе с петухом. Петух, часы, раннее пробуждение, первая заря. И если вам нужно успеть проснуться вовремя к важному делу, то святой вид – ваш покровитель. Их много, таких святых покровителей. Они действительно имеют отношение к абсолютно разным заболеваниям, иногда не связанные логически с их историей. Святая Бибиана – покровительница трезвенников, язвенников и мучающихся от похмелья. Это моя любимая, это покровительница зубой боли, святая Аполлина. Это современный, к сожалению, алтарь такой, но мне кажется, он просто выдающееся произведение искусства. Какие еще практики были в средневека? Практики постижения мира описывались в книжках, которые назывались бестиариями или физиологами. Прошу прощения. Вот это, например, животное мантикора. Существовало ли оно на самом деле? Нет, или мы об этом не знаем сейчас. Но в бестиариях в средние века реальные животные находились абсолютно на равных правах с несуществующими, с выдуманными. Это могли быть какие-то безумные драконы или гидры, или грифоны, или кто-то еще. Какие-то чудовища, составленные из обрывков разных картин и идей. Чудовища, живущие в морях. Змеи и прочие монстры. Но самое интересное даже не это, а то, как в средние века описывали поведение реальных животных. Например, в одном из самых известных физиологов или бестиариев, в абердинском бестиарии, описывается поведение ежа. Вот еж в правом верхнем углу. Мы видим, что он наколол на себя виноградины, но при этом никто из нас никогда не видел, чтобы ежи реально делали этого. Возможно, какой-то средневековый монах или естествоиспытатель увидел ежа, бегущего куда-то по своим делам, и описал это как постоянную практику. Частный случай возведен в ранг регулярного повторяющегося действия. Ежи, было написано в абердинском бестиарии, умеют сворачиваться клубком и катиться. Также они носят виноградины на своих иглах. «Человече, уподобляйся ежу, подражай ежу, не пропусти гроздей винограда истинного, а именно слов Господа нашего Иисуса». То есть понятно, что все описания мира подгоняются под необходимые задачи. Описание животных используется в качестве аллегорического наставления для людей. Есть прекрасная история про львов. Считалось, что львы рождаются, львята рождаются мертвыми и лежат мертвыми три дня, после чего лев своим дыханием вдыхает жизнь в маленького львенка, и львенок оживает. Это абсолютно понятная метафора, если мы имеем в виду, что все это использовалось для интерпретации Библии. Это метафора воскресения Христа. Нет никакой проблемы с тем, чтобы ее как-то сопоставить с той реальностью, в которой жили средневековые люди. Описание фантастическое на самом деле. Вот то изображение в левом для вас углу — это тигрица. Всадник, который мы видим внизу, украл детеныша, и теперь тигрица его преследует. Однако вор может остановить тигрицу при помощи трюка. Он бросает шар из стекла, и та, увидев свое отражение, останавливается, поскольку, увидев это отражение, думает, что видит своего детеныша, заточенного в шаре. В результате она прекращает погоню за всадником. Огромное количество абсолютно диких, не имеющих отношения к реальности описаний, все ужасно интересные. Последнее, на которое мне хотелось бы остановиться, — это описание, сделанное в... А, да, хорошо, еще пеликан. Считалось, что пеликаны разрывают клювом собственную грудь, чтобы кровью выкармливать детенышей. Не могу вообразить даже, в какой момент это пришло бы кому-то в голову, и метафору чего это могло бы быть, но, по-моему, ужасно интересно. Последняя метафора, на которую мне хотелось бы остановиться, — это описание, которое принадлежит такой монахине Хильдегарде Бингденской. Достоверно известно, что она страдала от мигрени, и вот эта мигренозная аура в сочетании с головной болью вызывала у нее разные введения, которые она очень старательно записывала. Но, кроме всего прочего, она является автором очень интересной и важной книги, которая называется «Книга о внутренней сущности различных природных созданий». У нее там есть два тома — «Книга о простой медицине» или «Физика». Здесь мы все думаем о значении слов «медицина», «физика». Снова вспоминаем, что значение слова «наука» менялось. И книга о сложной медицине, которая иначе называется «Книга об искусстве исцеления». И вот в этой «Физике», в книге о простой медицине, описываются свойства разных камней, растений, животных и так далее. В частности, там есть великолепное описание кота. Кот скорее холоден, чем горяч, и притягивает к себе дурные жидкости. И к воздушным духам не враждебен, как и они к нему, а также имеет некую естественную связь с жабой и змеей. В летние месяцы, когда жарко, кот остается сухим и холодным, но испытывает жажду и лижет жаб или змей, поскольку их соками он восстанавливает свои соки и освежается. Иначе же жить не сможет и погибнет. Так и человек использует соль, чтобы было вкуснее. И от сока, который кот от них принимает, он внутри становится ядовитым, так что ядовитый у него и мозг, и все тело. Из людей же доверяет лишь тому, кто его кормит. В то же время, когда он лижет жаб и змей, его тепло для человека вредоносно и ядовито. Когда же вынашивает котят, его тепло возбуждает человека к похоти. В другое же время его тепло здоровому человеку не вредит. То есть она, с одной стороны, избегает вот этого аллегорического теоретизирования, которое характерно для составителей бестиарии того времени. А с другой стороны, конечно, даже те эмпирические какие-то описания, которые есть в тексте, мы можем себе представить, как кот в жару лижет камень. В этом нет ничего удивительного. Мы можем себе представить, как кот ловит лягушку или змею. Но это не является его постоянным свойством. Это случайность и тот факт, что средневековые ученые, мы все равно скажем ученые, не придают различия между единичным случайным наблюдением и какой-то систематической предсказательной практикой, которая способна дать нам представление о том, как мир устроен всегда. То, что для них нет никакой разницы, это очень важно и очень показательно для понимания того, что такое наука в представлении средневековых людей. Это примеры гербарев с картинками, изображающими мандрагору, корень женьшени и так далее. То есть тоже растения, которые наделялись какими-то магическими свойствами. Про мандрагору, например, очень важно, когда христиане пришли в Южную Америку, это был один из вопросов, который они задавали местным жителям, обращая их к христианству. «Не ел ли ты мясо человека и не ел ли ты корня мандрагоры?» Для них это было примерно одно и то же. Средневековая наука, к счастью, не сводится к европейской науке, иначе жить было бы довольно печально. Вся главная наука в средние века происходит в арабском мире. То есть мы не можем винить в этом европейцев, им было не до того. То у них то в нашестве гунов, то в нашестве сплошные войны переделывают территории. То, что европейцы в средние века вплоть до 12-13 века полностью не знакомы с сочинениями древнегреческих и древнеримских и прочих античных исследователей, это нормально. Это, к сожалению, историческая правда. Но в то же самое время все эти древние античные исследования вовсю изучаются в арабском мире. Это и Средняя Азия, и Дальний Восток, все, что было восточнее Европы. Там есть несколько очень важных ключевых исследователей, про которых я скажу очень коротко. Один из них — это Авицена. Его медицинский канон использовался, как я уже сказала, вплоть до 17-18 века. Если мы поищем какие-то изображения из арабских трактатов, исследующих медицину, то они, конечно, фантастические совершенно. Вот эти картинки, которые описывают кровеносную систему и заколючка по бокам, это совсем не украшательство, а, разумеется, это текст, описывающий, что это такое, как оно устроено. Это система лимфотока, это устройство глаза, и дальше мы видим анатомию лошади, точно так же с подробным описанием. Ужасно крутые картинки, просто очень красивые, невозможно оторваться. Кроме Авицены есть ряд довольно крупных исследователей, например, Амар Хаям, который оказал большой вклад в развитие астрономии и математики. Есть несколько очень выдающихся физиков, врачи просто фантастические по меркам средневековья. Впервые именно в арабском мире была выдвинута гипотеза о том, что заболевания вызываются не таким образом, как описывал Гален, не таким образом, как в дальнейшем считали все греческие античные философы и мыслители, а заболевания вызываются не нарушением баланса, а какими-то микроскопическими существами, проникающими в организм человека. То есть фактически это микробная теория. Но, кроме того, очень важным достижением средневековой науки арабского мира была алхимия. Предпосылки к возникновению алхимии возникли еще в античности, когда греки пытались понять, из чего же устроен мир, в котором мы находимся, какие четыре элемента, опять же, составляют весь наш окружающий мир. И они пришли к выводу, что это земля, вода, воздух, огонь и эфир. Эфир. Некая странная субстанция, которая объединяет все это. Этот же эфир мы знаем из алхимических теорий под другим названием. Это квинтэссенция. Квинтэссенция, то есть сущность всего. Алхимия ставила своей основной задачей, в первую очередь арабская алхимия, а затем, когда знания античные и знания уже арабского мира вновь вернулись в Европу, уже переведенные на арабские языки, алхимия, как арабская, так и европейская, ставила основной своей задачей поиск той основной сущности, которая объединяет эти четыре стихии, сущности всего, сущности мира, того, что делает предметы, объекты живыми и представляет их квинтэссенцию. Именно поэтому она так и называлась. И когда арабы поняли, что они могут путем дистилляции получить ту самую эссенцию, сущность всего, они начали дистиллировать все. Они начали дистиллировать растения, которые подались им по дороге, и получили таким образом сначала розовое масло, а потом и все остальные эфирные масла, которые до сих пор используются, в первую очередь в какой-то парфюмерной промышленности, далее везде. Они дистиллировали какие-то жидкости человеческого тела и животного тела. То есть буквально запихивали в реторты и в олембики все, что можно было запихнуть. Если почитать какие-то древнеарабские труды, можно обнаружить там описание. Но если человеческую кровь прогреть с железными опилками в чугунном сосуде, то можно получить такое-такое вещество. Сначала он станет синеньким, потом он станет беленьким, потом вдруг снова пожелтеет. То есть они проверяли пределы возможного. Это уже и есть настоящая экспериментальная наука. Это одно из важных отличий средневековой науки, преимущественно арабской, от античной науки. В античности никто не ставил экспериментов. Если мы почитаем какие-то записки, сделанные на основе того, что говорил Аристотель, мы увидим, что его и его последователей в первую очередь интересуют естественные природные вещи, что он делит вещи на две большие группы. То, что относится к природе, то, что настоящее и есть само собой, и искусственное, то, что человек вносит в природу. И второе он считал неважным. То есть в средневековой науке по сравнению с древней меняется в том числе предмет исследований и представление о том, какие вещи как именно стоит изучать. Опять же, мы не можем упрекать Аристотеля в том, что он не ставил экспериментов. Он не видел в этом необходимости. Никто никогда не ставил экспериментов до него, и он не мог оценить, насколько это необходимо. Немножко алхимической посуды, просто чтобы вы увидели, какая она красивая. Немножко картинок про дистилляцию. Кто скажет мне, каково одно из самых важных последствий открытия дистилляции для современной культуры? Я не знаю, кто это сказал, но вы были правы. При этом самое интересное, что арабам не пришло даже в голову использовать дистилляцию таким образом. Использование дистилляции для получения пищевых спиртов возникло уже в Европе и значительно позже. А для арабов одно из основных важных направлений, в котором они применяли дистилляцию, было серьезное абсолютно получение эфирных масел для гигиенических и эстетических целей. Ну, такие были клевые, прекрасные чуваки. Я на минутку остановлюсь на этой картинке, которая изображает средневекового алхимика внутри черепахи, просто потому что она хорошая. И еще раз скажу про разницу между наукой в разные эпохи. Мы знаем, есть современная наука, вот та самая, которая использует научный метод, которая пользуется четкой доказательной базой, peer-reviewed journals, вот это все. Мы знаем науку эпохи просвещения, науку эпохи возрождения и просвещения, которая уже очень близка к современной науке, но ей все еще не хватает четкого понимания, что является наукой, а что нет. И мы видим средневековую науку, мы видим античную науку. Они все в рамках своего исторического периода являются наукой, но не соответствуют современному представлению о том, что такое научное. В какой-то момент происходит вот это вот смещение. Человек перестает изучать мир одним способом, начинает изучать его другим способом. Что, если я скажу вам, что Колумб не открывал Америку? В момент, когда Колумб приплывает к берегам Америки, он не думает о том, что это Америка. Он считает, что плывет в Индию. Поэтому, конечно же, то, что он открыл, не было Америкой. Одно из самых важных различий между наукой старой и наукой 2.0, которая возникла во время Ремиссанса, то, что представление современной науки о мире было очень жестким и очень определенным. Человек знает все, что ему нужно знать. Все знание о мире уже существует. Есть люди, которые знают больше, есть люди, которые знают меньше. Если у нас есть какие-то вопросы, мы должны прийти к этим мудрым людям, и пусть они расскажут нам, как мир устроен. Если бы Бог или Создатель или кто-то еще считал, что человеку для счастья и для какого-то душевного состояния необходимо знать теорию относительности, он поместил бы сведения о теории относительности в священные книги. Если бы нам нужно было знать, как синтезировать, не знаю, ЛСД, Господь поместил бы знание об этом в священные книги. Момент, когда Америка Веспутчи плывет в Америку, возвращается, говорит, ну, ребята, это точно не то, это точно не Индия, мы знаем, что там что-то должно быть, мы видим эту землю, но она не такая, как на всех ваших картах. Это какое-то неизвестное нам знание о мире. В этот момент человек впервые признает, что может существовать знание, которым он не обладает. Момент, который вместо вот этих прекрасных карт, полностью заполненных материками, чудовищами, надписями «Here be dragons», островами, на которых мы никогда не были, но подозреваем, что они есть. В момент, когда вместо всего этого появляется вот эта карта, это первая карта с изображением Америки и надписью «Америка» на ней. Это момент, в который человечество разворачивается из старого мира в новый и говорит, окей, давайте согласимся, есть вещи, которых мы не знаем, нам нужно их узнавать. Если до этого не существует никакого понятия о прогрессе, если до этого человек занят только тем, что пытается не утратить весь тот мир и прогресс, который есть у него на данный момент, в который он смотрит в золотой век и думает, как было хорошо, мы должны постараться не подвести наших предков и сделать так, чтобы мир остался таким же, как он есть, чтобы он не развалился. Вместо этого человек разворачивается, начинает смотреть в будущее, в неизвестность и говорить, прогресс существует, прогресс может быть, прогресс наверняка где-то впереди, и мы можем к нему двигаться. Мы знаем, что мы ничего не знаем, давайте идти вперед. Это и есть момент, в который старая наука превращается в новую науку. Мне кажется, у меня почти не осталось времени. Давайте я расскажу вам анекдот, который сочинила, пока готовила эту лекцию в прошлый раз. Это анекдот о том, какие типы мышления существуют и какой тип мышления на самом деле распространен в современности. Заходят в бар. Исаак Ньютон, монах-бенедиктинец, бабуля из Жодина и направляются к барной стойке. А бармен им и говорит, мы вам сегодня не наливаем. Исаак Ньютон начинает спрашивать, почему не наливаете? Не наливайте только нам или всем остальным посетителям тоже. А если мы зайдем по одному, нальете? А не наливайте только алкогольные напитки или, может, кефирчик, а как это немножко? А в этом баре только не наливают, да? А во всех остальных наливают же, если я проверю? А если я зайду на сварную стойку и сам себе налью? Монах-бенедиктинец становится на колени в углу и начинает молить Господа о просветлении, о том, чтобы он показал ему истинный путь и дорогу к благословенной выпивке, которая ему, конечно, необходима. Бабуля из Жодина начинает объяснять, что происходит. А это все потому, что я вот сегодня, когда шла, на меня соседка посмотрела косо, наверняка сглазила. И луна сегодня в третьем доме, и вообще это все проклятые врачи со своими ГМО-растениями докатились до того, что нам уже из нормальной пшенички нечего синтезировать. Это представители научного, религиозного и мифологического мышления, соответственно. Если бы в бар с ними нашел гопник из Жодина, он бы набил морду бармену, Исааку Ньютону, монаху-бенедиктинцу и получил ридикюлем по голове от бабули. Он представитель обыденного типа мышления. Одными из самых больших открытий для меня в свое время являлось то, что люди вокруг в основном склонны мыслить мифологически, даже не религиозно, а мифологически. Они считают, что законы мира существуют, но они принципиально непостижимы, в отличие от научного типа мышления, которое, конечно же, говорит нам, что законы мира есть, они принципиально постижимы, мы можем этим миром управлять. Средневековая наука — это был очень длинный путь именно от одного типа мышления к другому, к появлению самой идеи о постижимости мира и возможности этим миром управлять. Я с большим огорчением наблюдаю, что в последнее время у слова «наука» появляется дополнительный смысл. Словом «наука» начинают называть просто что-то хорошее. Люди говорят «научный», имея в виду, ну это же хорошо, и ненаучный, имея в виду, что это не очень хорошо. Но наука — это всего лишь один из способов постижения мира, один из способов узнать, как оно все устроено. И давайте не будем нагромождать это лишними смыслами, а просто двигаться по кратчайшей дороге к реальности. Спасибо. Змитер, ты мне нужен. Нет, у тебя не работает микрофон, иди сюда. Офигеть, ни один микрофон. Раз, два, три, раз, два. А ведь я могла бы еще рассказывать. Ну хорошо. Ну ладно. Раз, два, три, раз, два. Ура, заработал. Все, спасибо, Анна, еще раз большое. А я никуда не ухожу. Мне же сейчас еще нужно… Спойлеры, спойлеры. Хорошо, я никуда не ухожу. А теперь можете… Ну, на самом деле, ты все можешь оставаться на сцене, потому что я еще буду бегать по залу и вопить. А теперь можете задать свои вопросы. Поднимайте руки, пожалуйста. Мы к вам обязательно подойдем и о чем-то с вами поговорим. Кто-нибудь есть? Есть рука. Отлично. Сейчас я… Будем передавать по чейн-ру. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Сейчас в России активно обсуждается введение теологии в список наук, по которым можно… Слышала. Как вы относитесь к теологии? Являете ли это наукой? Ох, какой хороший вопрос. Религиоведение, несомненно, является наукой. Содержение дисциплины теология настолько менялось в разное время и в разных странах, что мне сложно говорить об этом в целом. И мое очень личное мнение, которое на самом деле никого не касается, состоит в том, что, конечно, религиозный способ познания мира и научный способ познания мира стоит разделять. Как показывала практика, это не идет никому на пользу. Смешение разных способов. Я не согласна с теми аргументами, которые приводятся против признания теологии как дисциплины. И не на стороне и этих ребят тоже. Я на третьей стороне, я на стороне науки, извините. Аргументы против введения теологии как дисциплины настолько же ненаучны, как и введение теологии как научной дисциплины. Хорошо, спасибо большое за лекцию. Я вот просто очень интересуюсь этой темой и хотел узнать, немножко проигнорировано, мне кажется, центральное понятие того, что было в средневековье наукой, в античности. Может быть, стоит это немножко раскрыть, ну, для слушателей это академии, конечно же, греческие, это формирование университетов уже в средние века. Да, конечно, одним из самых важных следствий того, что происходило в средневековье в науке, это стало зарождение академии, университетов и вообще возможности получать массовое образование и массово заниматься наукой. То есть в качестве институтов научных в средние века существовали в основном монастыри и, ну, какие-то медицинские организации так или иначе тоже связаны с монастырями, с монастырской жизнью. Я с удовольствием рассказала бы еще огромное количество всего средневековой науки, если бы не было ограничено получасом. И я думаю, что мы можем как-нибудь это организовать. Так, еще вопрос был вот там. Да, добрый день. Очень классная лекция. Вопрос, собственно, такой. Вот вы сказали о том, что такая была как бы точка водораздела, когда, значит, мир из некого закрытого мира, где как бы все было уже известно, стал миром полным неизвестных вещей. Но при этом, ну, вы говорите сейчас о том, что как бы современная наука, она ведь тоже как бы исходит из того, что что-то как бы либо известно, либо неизвестно. Оно может быть либо истинным, либо ложным. И нам нужно просто открыть это. Вот когда Ньютон заходит в бар, он начинает как бы подбирать разнообразные евристики к тому, чтобы там понять, ага, как это работает. Не совсем так. То есть, собственно, вопрос какой? Как вы считаете, в современной науке мы находимся в закрытом мире, ну, я имею в виду с точки зрения логики, что у нас как бы есть некий набор утверждений, и мы должны просто открыть истинные утверждения. Либо мы находимся в открытом мире, где на какие-то вопросы мы ответы получить не можем или не можем получить истинные ответы. Поняла ваш вопрос. Спасибо большое. Прекрасный вопрос. В современном науке есть, к сожалению, очень сильный, очень большой зазор между тем, что происходит внутри науки, и тем, что транслируется наружу, и как это воспринимается внешним миром. Внутри самой науки, разумеется, существует не менявшийся на протяжении довольно большого времени базовый тезис о том, что мы не можем найти абсолютную истину и какой-то последний итоговый ответ на вопрос, который мы задаем. Наука является кратчайшим путем к истине в том смысле, что наука дает нам возможность найти максимально точную на данный момент рабочую гипотезу, которая позволяет как-то дальше с этим миром обращаться и прогнозировать последствия наших воздействий на этот мир, последствия наших поступков. Но наука ни в какой момент не дает окончательные ответы на вопросы. Кроме того, еще одна из вещей, которой наука не является, наука не является путем ко всеобщему счастью, и наука не может гарантировать никакого счастья человеку. В массовом восприятии науки есть, во-первых, представление о том, что наука служит человеческому благополучию. Это не так, это делает не наука, делают другие вещи, культура, например, идеология. А во-вторых, что наука каждый раз дает окончательный ответ на вопрос. Нет. И именно поэтому, когда наука на следующий день говорит вам что-то отличное от того, что говорила вчера, это, к сожалению, очень неудобно. С этим очень сложно смириться. Человеческая психика для этого плохо предназначена. Но наука работает так. Наука постоянно уточняет и перепроверяет то, что говорила вчера, и нет никакого другого способа двигаться вперед. Это нормально. Очень важно перепроверять даже общеизвестные гипотезы. Прошлогодняя история про жиры и углеводы нам это еще раз доказывает. История про то, что жиры или углеводы являются важным фактором предрасположенности к атеросклерозу и сердечно-сосудистым заболеваниям. Не знаю, может, вы слышали. Если нет, то простите, я вас только запутала. Раз, два, три. Раз, два. Кто еще? Маленький? Хорошо. Хорошо, только маленький. Смотрите, наука — это в любом случае продукт человеческой деятельности, деятельности человеческого мозга. И, соответственно, сейчас появляется нечеловеческий мозг, искусственный интеллект. Как вы считаете? Естественно, мы не сможем в какой-то момент уже конкурировать по вычислительной мощности. Ну, как вы оцениваете будущее человечества как биологические системы? Я не считаю необходимым конкурировать с роботами в вычислительной мощности. Окей. Есть такая серия книг о цивилизации под названием «Культура». Йен Бэнкс. Да, Йен Бэнкс. Йен Бэнкс в фантастических книжках, не нон-фикшене, а в своих фантастических книжках, упоминает вот эту высокоразвитую цивилизацию, которая внедрила роботов на всех уровнях своего развития, начиная от примитивных роботов для повседневных задач, заканчивая сложными, большими машинами, способными перестраивать планеты и так далее, и так далее, и так далее. И он описывает тот вариант развития будущего, который мне лично ближе всего. Поскольку все задачи, с которыми человек справляется неэффективно, роботы, конечно же, возьмут на себя гораздо лучше. У человечества... Возьмут на себя и будут справиться с ним гораздо лучше. У человечества останется огромное количество времени для занятий по-настоящему важными вещами. Изучение мертвых языков, альпинизм без страховки, занятием искусством и фундаментальной наукой, на которую раньше не было времени и денег. По-настоящему важные вещи, не связанные с ежедневным выживанием. Вот такое будущее, вызванное взаимодействием человека и робота, окажется мне идеальным и желательным. И главное, достижимым.